МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О профессии в строительной сфере мы поговорим сегодня в эфире программы «Один день с профессионалом». Пять новых современных мастерских появилось в техникуме строительства и городского хозяйства. В прошлом году в рамках проекта «Молодые профессионалы» СУС выиграл грант на их создание. Прикладная геодезия, облицовка плиткой, кирпичная кладка, малярно-декоративные работы, сантехника и отопление. Мастерские этих направлений полностью обновились. Все современные технологии, которые сейчас присутствуют, будем говорить в сфере строительства. Мы готовы не только обучить наших студентов, но и по коротким программам, по заявкам наших социальных партнеров, всех ведущих строительных, будем говорить, организаций и фирм Чувашской республики готовим на базе нашего техника. Они раскрашивают в разные цвета наши будни, превращают серые строения в яркий элемент дизайна большого города. Они все равно, что художники, только вместо полотен у них здания, машины и другие объекты. У нас студенты приравниваются к малярам-декораторам, то есть у нас стандарты WorldSkills. Какие виды обоев мы должны выбрать, какие обои мы должны сочетать, какие виды красок мы сочетаем, какие декоративки мы не сочетаем. Все азы наши студенты, они обучаются в рамках учебной практики. Несмотря на кажущуюся простоту, малярные работы требуют всевозможных навыков. Умение различать оттенки цветов, гармонично сочетать их, зрительно измерять пропорции помещения, а также выполнять подготовку и окраску. Самое сложное для меня, наверное, это прямые линии. Нарисовать прямые линии иногда бывает сложновато, потому что иногда рука дрожит, иногда что-то пойдет не по плану. Но это все, когда видишь результат, ну, просто уже не зацикливаешься на этом. У Ани Стеллировой вся семья из строительной сферы, да и сама она с детства рисует. В планах девушки стать архитектором. Я решила пойти на эту профессию, потому что она обширная, она включает множество деятельностей творческих. И где я могу раскрыться, я думаю, хорошего специалиста возьмут везде. Поэтому все зависит только от меня, как я буду проявлять себя в этой деятельности. Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства в числе участников проекта «Билет в будущее». На его площадке проходят профессиональные пробы сразу по нескольким компетенциям. На этот раз участники 24-й школы знакомятся с профессией маляра. Маляры – это те, кто разукрашивают стены. Я думаю, это сложная профессия, потому что надо знать, где разукрасить. На мастер-классе участники пробовали раскрашивать картину с помощью трафарета. У нас сегодня был мастер-класс. Мне очень сильно понравилось. Мы сначала обклеивали все стороны малярным скотчем, потом мы брали трафареты, их тоже обклеивали, и брали краску малярную, и также вырисовывали рисунок из трафарета. Я очень хочу освоить эту профессию. Изучение местности, замеры территории, вычисление площади объектов, создание топографических планов и карт – особенно трудоемкая работа у геодезистов в области строительства. Земля – самый востребованный товар на рынке, ее продают и покупают. Так что специалисты в этой области точно не останутся без работы. Необходимо выполнять и топографические съемки, и межевание земельных участков. Геодезисты востребованы и на стройплощадке, и в дорожной службе. Работодатели часто обращаются у нас к нашим выпускникам, чтобы их устроить на работу. Геодезисты незаменимы. Они сопровождают строительные работы с момента отвода участка до сдачи объекта в эксплуатацию. Основные принципы геодезии или измерения земли не сильно изменились за последние несколько столетий. А вот оборудование постоянно улучшается. Тахеометр, нивелирт и одолит. Эти приборы значительно упрощают проведение геодезических измерений. Плюсы – это доходность и интересность. А сложность заключается в том, что нужно постоянно считать углы. И погрешность достаточно серьезной проблемой будет. Например, если проводить газопровод, то можно провести газопровод не в ту сторону, и это потратится в очень большой бюджет. Точность очень большую роль имеет в данной профессии. Геодезия – это два основных вида работ. Одни специалисты работают в поле, другие сидят в офисе и заносят все данные в компьютер. Бывает, когда оба направления совмещены. Моя специальность мне нравится тем, что я выхожу на улицу измерять приборами. В последующий раз захожу уже в кабинет или в офис и считаю на компьютере. В этом году также в рамках национального проекта «Молодые профессионалы» техникум строительства и городского хозяйства выиграл еще один грант. На эти средства планируется создать четыре мастерские для строительной сферы тепла и энергоснабжения. Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий тоже в числе грантополучателей национального проекта образования. В этом году здесь обновили пять мастерских строительного направления. Электромонтаж, геодезия, малярно-декоративные работы, производство мебели, столярное дело. Это оборудование мы закупили на грант, который мы выиграли. Четыре у нас торсовочные билы с протяжкой, четыре станка и четыре станка у нас строительные билы. Плюс еще ручные инструменты по шесть комплектов набор. Это била погружная, электродрель, шуруповерт по-другому, это шрифт-мастер, это ручные электрофрезы. От окон и лестниц до книжных стеллажей и столов столяр вырезает детали и собирает предметы интерьера и наружной отделки. Эти люди работают самым древним и ценным материалом в строительстве – древесиной. Еще на уроках труда в школе все мальчики проходят азы этой специальности. Это одна из немногих профессий, которую пробуют еще в детстве. Тем не менее, столярное дело – популярное направление в проекте «Билет в будущее». Мы сегодня были на мастер-классе по столярному делу. Нам показывали, как делать чертежи, как пилиться все это. Я думаю, это сложно по физике. Как изготовить оконную раму и не лишиться пальцев рук – квест, который пришлось пройти многим столярам в лихие 90-е. Но сейчас все иначе на современном оборудовании пораниться сложно, но все же технику безопасности нужно соблюдать. Любой станок любого оборудования считается опасным. Также кухонный нож опасный. Так что эти станки оборудования сделаны более безопасными. Все режущие инструменты защищены. Случайного соприкосновения с режущими инструментами у нас нет. Николай Колесников твердо решил открыть свою мастерскую. Сейчас он учится на третьем курсе. Коля уже успел принять участие в чемпионате WorldSkills. В республике он стал лучшим. Но отборочный тур не прошел. Это нисколько не охладило его пыл. В каждом доме есть окна и двери. И в будущем я буду их производить. Надо уметь работать на станках, правильно делать разметку, чертить и соблюдать технику безопасности. Столярное дело Тесна связано с плотницким ремеслом и индивидуальным изготовлением мебели. Производство мебели – новое направление обучения Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий. Кстати, он единственный, где обучают мебельному производству. На этой площадке планируется готовить студентов и к чемпионатам WorldSkills. Ребятам стало интереснее. Ручную настраивать не надо, болты крутить. Кнопку нажимаешь, надо настраивать само. Но намного интереснее. И не в всех производствах такие сценки есть, как у нас с техниками. С детства любил с деревашками возиться. На балконе у бабули возился в деревню. Профессия востребована, потому что в домах стоит деревянная мебель. Дерево гораздо эстетичнее смотрится в доме, чем железо какое-то или пластик. В фуговальной, рейсмусовой и ленточной обработку древесины на трех разных станках изучили школьники на мастер-классе. Очень много интересных станков, которых раньше я никогда не видел. Очень необычные они. К примеру, вот который сзади нас стоит, он трансформируется сразу в два. Он достаточно универсальный получается. Раньше я никогда не пробовал работать за такими станками. Сейчас попробовал, ощущение впечатляющее было. Прямо так красиво обрабатывается, это приятно. 5 тысяч таких современных мастерских откроется по всей стране к 2024 году благодаря национальному проекту образования. В этом году в Чувашии уже открылось 30 таких площадок на общую сумму 207,4 миллиона рублей. Республика выиграла федеральный грант Министерства просвещения России и на следующий год. В Чувашии выделено еще около 100 миллионов рублей на создание 16 современных мастерских. Как выбрать себе профессию так, чтобы в будущем любить свою работу? Ответ прост, прислушаться к сердцу. Ну а мы поможем вам побольше узнать о любой специальности. Это была программа «Один день с профессионалом». Увидимся ровно через неделю. До встречи «Один день с профессионалом». Пока! Субтитры сделал DimaTorzok